Всем привет! Сегодня видео на канале будет посвящено не просто ножу, ножу, который у меня много раз уже был, но, к сожалению, ни разу я не снимал на него обзор. И в данный момент этот нож для меня является каким-то больше, наверное, таким чисто мужским аксессуаром, нежели ножом для какого-то там поюза, или тем более EDC, да. Нож может быть вполне приличным и интересным аксессуаром, таким же как часы, там ручка, да, в моем случае тактическая ручка. Это новая моя ручка тактическая, которая пришла ко мне. Выполнена она из титана, имеет вот такой вот победитовый наконечник, ну, может быть, не победит, может быть, еще что-то тверже, потому что запросто оставляет надписи на стекле, можно там какому-нибудь неприятелю, недругу, или просто товарищу, который криво поставил машину и не подумал других оставить на лобовом стекле сообщение. Может быть, ручка-то и тактическая, и не нужна на каждый день, но эта ручка просто здорово выглядит, поэтому это хороший, шикарный аксессуар, который еще и можно использовать для того, чтобы подписывать различные договора и прочее, прочее. Также, как телефон, мы все знаем, что можно звонить и по обычной звонилке, но все мы, ну, может быть, не все, но многие гоняемся за какими-то такими гаджетами, которые подчеркивают статусность. И, может быть, этот нож, про который я сегодня хочу рассказать, он, может быть, и не подчеркивает статусность, но вполне тянет на хороший аксессуар. Речь сегодня пойдет вот о таком ноже. Это Кершоу Лик, как вы видите, у него кастомная рукоятка. Этот нож попадался ко мне, ну, мне в руки попадался очень много раз, у меня даже когда-то был такой, но, к сожалению, ни разу я о нем не снял видео, и вот теперь я решил его снова заиметь в свою коллекцию, и теперь уже рассказать вам о нем. Есть такой парадокс у этого ножа, существует огромное-огромное количество его разновидностей, кастомных рукояток, прочего-прочего, и существует, скажем так, на данный момент всего, ну, две, допустим, модификации клинков. Как в моем случае, это клинок, сделанный композитом из двух сталей. Вы видите, что на режущей кромке у нас D2. К сожалению, с этого, или, наверное, даже с прошлого года Кершоу перешли на D2. Раньше это было CPM D2, и на основной части клинка Sandvik 13C26. Теперь это 14C28, но при этом обычная D2. В принципе, на таком небольшом ноже мы, я думаю, с вами этого не почувствуем, но, тем не менее, было приятнее иметь этот нож, зная, что на нем порошок. Значит, все это дело скреплено медным сплавом. Я очень много видел таких ломаных ножей с обломанными кончиками и прочее-прочее, там, с выгрызанной кромкой, но ни разу не видел, чтобы нож лопнул вот по этой склейке, вот по этому шву. Так, ну и давайте поговорим о такой моменте, что многим хочется какой-то индивидуальности, да, вот как в моем случае, такая интересная, красивая рукоятка. Но, как правило, с красивыми и интересными рукоятками идет абсолютно обычный клинок из Sandvik, и меня это несколько удручает. Поэтому для того, чтобы заиметь вот такой замечательный нож, мне пришлось купить два лика, один с Sandvik, с красивой рукояткой, и купить композитный лик с обычной металлической рукояткой, поменять клинки, и, собственно, теперь у меня есть тот нож, который я хотел получить. себе на карман. Нож абсолютно небольшой, имеет очень тонкий профиль, у него имеется такой приятный вес. Ну и чем примечателен данный нож, тем, что у него стоит система SpeedSafe, что он открывается очень легко, очень аккуратно. На самом деле, такая маленькая приятная шильца, очень красиво выглядит, эстетически нож очень хорошо сделал, потому что дизайнером является Ken Onion, Иннокентий Лучков. Плюс, несмотря на систему SpeedSafe, у нас присутствует вот такой вот предохранитель. В моем случае, я немножко попозже вам расскажу о том, что у меня за рукоятка. Этот предохранитель, он сдвигается вперед, здесь вот есть такой запирающий механизм, который запирает, либо отпирает клинок, не давая ему выбрасываться. Клипс у нас переставляется только в два положения, и только под правшу тип замка, у нас с вами здесь фреймлок. В моем случае, я очень давно хотел заиметь себе на карман Мкасту. Но Мкаста стоит достаточно дорого для своих размеров, и у нее очень непредсказуемые качества. У меня была давняя мечта, это заиметь себе нож из серии Katana. Очень красивый, очень интересный нож. Но, посмотрев кучу видео, я понял, что я не готов рискнуть. Он там стоит, тем более, его сейчас достаточно сложно найти. Он там стоит порядка 140-130 долларов, алюминиевая рукоятка и клинок из ВК-10 в обкладках. Поэтому было решено приобрести вот такой нож. Сначала я хотел приобрести себе рукоятки с карпом Кою, с рыбкой, которую даже любят все японцы. Но потом попались вот такие вот интересные накладки. Интересная контора в Штатах, она занимается вот такими рукоятками, занимается золочением мультитулов, изготовлением дамасковых клинков на мультитулы, лазерман. И вот в моем случае, вот это вот все. Это, ребята, покрытие Seracote. Я думаю, может быть, кто-то уже слышал про него на ножах Benchmade. Это очень стойкое керамическое покрытие, причем в моем случае вы видите, что даже винты покрашены им, что винты не бросаются в глаза. Нож с обоих сторон полностью, все винты, все за исключением клипса, даже вот осевой покрашенный. Плюс оно такое шершавое, и у этого ножа есть такой небольшой минус, то, что он очень скользкий, потому что цельнометаллическая конструкция. Поэтому нож, хорошо, что он стал теперь таким более цепким. Сюда я сразу повесил темляк, потому что нож достаточно маленький, трехдюймовый клиночек, это 7,6 см. Добавляет он вот этой нехватающей длины для того, чтобы что-то можно было делать. По поводу самого клинка. Клинок очень острый, очень резучий, и на самом деле такое шильца универсальное для вскрывания всякого рода посылочек, конвертов, прочего-прочего. Ну и просто такой костюмный, приятный аксессуар, что, несмотря на то, что у него такой полуавтоматический выброс, когда ты его достаешь, людей это не пугает, как если взять и открыть Хала, да, или тот же TR-3 от Протека. Причем вот эта вот геометрия, она такая достаточно сильно пырятельная, если можно так сказать. Сейчас вторую салфетку, попробуем показать. Вот я просто держу салфетку, просто подставляю нож, и он просто протыкает, потому что вот просто салфетка висит под своим весом, потому что вот этот кончик, ну, не знаю, просто очень агрессивный такой, что он, понятно, что он очень тоненький, очень деликатный, но при этом очень хорошо проникающий в него. Вот, но я думаю, что в принципе можно найти такое применение ножов и там для почистить каких-то овощей и фруктов, даже что-то можно порезать. При этом вот очень приятный такой небольшой аксессуар. Ну, собственно, вот и все. Кому будет интересно, я могу в личку отписать сайт этой компании, которая занимается вот такими рисованиями Сиракоутом на мультитулах и вот на кершах. Еще ребята очень любят покрывать 24-каратным золотом, клинки и рукоятки не только кершей, но у них, по-моему, даже есть в продаже эндуры. Не знаю, зачем. Выглядит тоже так своеобразно, но тем не менее. Поэтому на этом все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok